ну и последнюю заключительную сделаю часть видео обзор моих клумб грядок в общем моего участка здесь вот у меня еще одна грядка вот они вот так вот в рядочек там капуста еще сидит ирисы обстреженные это мои новинки такие они сортовые красивые и клубника здесь вот клубника уже обстреживая так здесь также рассада декоративных также будет зимовать на этой грядке ну и еще одна большая клумба вот она вот так вот идет на всю длину до теплицы так здесь вот у меня по краешку травка декоративная на переднем плане это а соковласовидная здесь вот такая же лапчатка травянистая красивая а это вот калерия красотка я уже состригла ей ну в общем выстригла ее вот эти вот все семена так скажем выпускала на тут побеги такая она уходит в зиму и такая же просыпается вот это вот чудо чудесное это почва покровник это мыльнянка цветет очень красиво мелкими цветочками вообще беспроблемная вот такой вот у нее очень очень такой вот гладкий блестящий листик на таких вот красных побегах она тут вылезла конечно на дорожку но не страшно вот кстати вот еще доцветает это лапчатка тоже травянистая вот такими красивыми цветочками чем-то напоминает клубники цветы но мыльнянка конечно чудо чудо чудесное здесь у меня еще один дерен это дерен сибирика листики скинул вот так вот его формировала весной то есть оголяла побеги чтобы шапка была наверху тут по краешку гвоздика овсяница сидит это абриета по моему до абриета такая вот почвопокровник цветет весной начиная с весны так это тоже декоративная трава ажика люциус такие вот у него побеги выпустил с семяшками цветоносы вот а листва у него очень интересно смотрите какая с такими волосками по краешку так тут еще одна сока вот они сидят симметрично это красотка спирея весенне цветущая спирея серая вот в такой цвет она сейчас окрасилась листву еще не скидывает но уже потихоньку готовится скинуть вот так вот здесь по краешку тоже почва покровник еще даже цветет так сейчас скажу гипсофила сорт мираж выращенные семян зимует без проблем то есть она уже перезимовала вот так вот она нарастила массу здесь было высажено два небольших кустика вот такие вот огромные они стали вот такие вот мелкие красивые цветочки очень приятные тоже использовать как почва покровник так на заднем плане это жимолость каприфоль вот такая масса у нее опоры и конечно здесь низковатая надо повыше в общем два года я с ней мучилась первый год я ее попыталась снять накрыть пришлось потом по весне все побеги удалить в общем они замерзли на второй год я прямо на этой опоре сделала укрытие ситуация та же самая в общем в третий год ничего не делала не укрывала только замульчировала приствольный круг она прекрасно вышла почки не замерзли такую массу она нарастила очень ароматная когда цветет вот здесь вот у меня получается хвойники это golden flame на заднем плане yellow ribbon чудушка мое вот тут уже лилии тоже между вот получается жимолостью хвойником сидели все обстречено уже тут гвоздичка даже где-то еще цветет на переднем плане до этого сидели у меня два седума но вымокли к сожалению хотя прошлый год астрочка альпийская в этом году по моему она не цвела тоже из семяшка выращена здесь пластичка по моему сорт торонто очень красивая это гвоздика травянка овсяница тут овсяница овсяницы кстати очень любят мыши они в ней делают гнезда поэтому из весны вот прямо вот некоторые выходят мне очень красивом состоянии так здесь по краешку мне еще это очи так такие вот малиновые цветы тоже частично вымок так лилии обрезаны вот на заднем плане красотка как она стойко держится уже такие холода лист вот только начал желтеть давно она уже долгое время не знаю как абы-кабы в этом году была у нее такая ну конкретная обрезка рано весной потом еще была нормировка в общем посмотрите какие у нее сильные побеги прямо стоячие в общем в этом году настолько это сильный куст следующем году я думаю он будет еще круче я еще выше его подниму вот мне понравилась она так здесь у меня можжевельник блю чип вот такой стиль тут немножко очитков это по моему опять обретто хосточки обрезанные вот уже тут на переднем плане опять ажика люцус срезала я уже соцветия вот здесь вот кстати ромашка очень красивая она такая сиреневая с оранжевой серединой если кому-то интересно вот могу поделиться самосевом она не размножается здесь хоста сидела огромная хоста брейсинг хэмблю 60 сантиметров у нее высота это считается крупная вот даже вот по этим обрезанным видно что она она на таких ногах стояла там листья больше моей ладошки ну все тут лили обрезанные вот мой мученик скажем так это пузыреплодник обстригла я вот сейчас даже сухие вот эти вот ветки ему здесь так не нравится вот это вот за счет того что клумба это видите выше то есть тут вот ниже уходит она на высоте и скорее всего он посажен высоковато его если здесь держать его надо заглублять или пересадить вообще вот я думала вот там у меня еще будут вот клумбочки туда вот в уголок тут пониже тут будет вот прямо как бы часть вот эту дома прикрывать здесь кстати вот у меня дорожка и вот из этого всего я хочу сделать клумбочку тут у меня еще петунишки сидят вот и кстати из этого пузыреплодника я думаю что вполне возможно сделать а нет штамп не сделаешь там другая обрезка пузыреплодника обрезаются трехлетний полностью побеги вырезаются ну вот еще что самое интересное сейчас вам покажу вот что он надавал посмотрите какую красоту это все видимо из семян и каким-то образом здесь вот такой вышел пузыреплодник как как ведь он сидит у меня очень далеко вот вот такая красота бывает так из семян вот и вот это вот кстати трава у меня есть на продажу это изолепис лайф вайр вот он здесь тоже семяшками насыпался он не вышел сам дал деток в общем вот сюда очень такой необычный красавчик посмотрим перезимует он или нет так но здесь у меня петуния петуни в общем буду черенковать не знаю маточники смогу я занести или нет или буду прямо с них братья это и в общем там уже будет видно здесь вот прям небольшая небольшая клубочка все тут уже застрижена тут сидели пионы лилии ирисы сибирские сидели вот там на заднем плане декоративная трава это вот моя яблонька очень сладкая вкусная сочная прямо вообще супер формирую я тоже из нее дерево как положено вот она лист скинула в этом году на яблони напала для это было просто катастрофа причем что даже химия не помогала вот здесь вот здесь вот у меня ну и в общем буду формировать ее весной делать обрезку все покажу как здесь вот у меня была ветка это я уже формировала второй уровень вот вот здесь сломалась 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 прямо и и ломала проводить куда-то вот прямо искривился хотя вот этот проводник вот вот он здесь вот был прищипнут и вот какой он вырос за сезон сантиметров 80 вот а так вот получается вот яблоня нижний уровень раз-два-три ветки из трех веток в общем я формирую на всех вот этих боковых были плоды это по-моему уэлси сорт а вторая яблоня у меня медуница тоже но без кислинки абсолютно так ну в общем так вот такие вот клумбочки вот еще вот вот такая вот территория которую буду осваивать у меня есть еще клумба на входе там тоже уже все сострижена здесь здесь вот у меня тоже кустарники сидят с покажу какие так здесь вот сидит крыжовник это темный крыжовник красный тоже без шипы вкусный очень это 2 то мин тазы или как по другому их называют вишня войлочная вот такая высокая я их очень сильно обрезаю конечно но все равно они очень дают мощные приросты и вот такая пониже 2 рядышком сидят здесь у меня еще одна смородина смородина черная и смородина белая вот а тут у меня жасмин или как его по-другому называют юбушник вот начала прикапывать еще горшки свои с тюльпанами вот сколько уже в копала и вот еще немножко мне осталось так вот совсем совсем немножко не знаю в лесу не в лесу то не сюда на грядку нет значит будем искать еще место дополнительно ну на этом все буду рада если видео будет для вас интересным если интересно ставьте лайки вот покажу смотрите какой цвет у гвоздики обалденная и они вот кстати вот эти гвоздики очень ароматные еще одна красотка и вот здесь но это я уже показывала такая красота ну на этом все обзор своего участка я закончила говорю и что у меня еще есть большая клумба сейчас наверное все таки я ее вам покажу так вот здесь вот получается на входе вот такая вот клумба сделана постоянно что-то на ней меняется вот здесь опять же мельнянка так вот она на дорожку вышла здесь вот много таких почвопокровников конечно они тут тиснят друг друга надо что-то что-то убирать здесь здесь по краешку это лилейники лилейники низкие это вообще клумба это получается лилии и лилейники в основном ну а дальше аквилегия уже обстрижены хвосты и лилии здесь по краешку это гвоздика травянка торонто тут песчаная гвоздика это все лилейники тоже вот тут огромный лилейник конечно очень он разрастается сильно что мне не очень нравится и начинает притенять вот все что вокруг него и так вот ему вот такая вот площадка здесь сделано все равно ему места не хватает так это ирис очень красивый сиренево такой голубой это лилии лилейники вот флоксы еще до цветают так а вот здесь вот кстати у меня вот это вот его хакура нишики была очень низкая сделана обрезка очень-очень низкая все равно вот за сезон она очень большую массу наращивает нет не такая низкая вот была обрезка вот на побегах да прирост не сильно большой где-то полметра в общем в этом году лето было сухое конечно или требуется много влаги в общем вот это вот формированная его скажем так кустовая это не штамп хочу попробовать еще сформировать у меня есть саженцы попробовать посадить вот там вот где у меня есть небольшой застой воды низина особенно по весне и сформировать штамбики на станке уже шапки очень неприхотливая конечно весна очень красиво цветет видите даже вот где-то вот за сезон листья просто жара было конечно страшно ничего страшного вот ну все принципе все показала мусичка поймала мышь таскала таскала и и показывала типа вот посмотрите какая я хорошая до хорошая мышеловка вот на этой клумбе еще бодан как всегда он здесь начинает занимать очень большую площадь всем приятного вечера всем пока пока